Детское радио представляет Книга времен История Руси Куликовская битва Многолюдно и шумно нынче в Москве Каждый час прибывают новые ополченцы Кто побогаче на добрых конях, в кольчугах надежных С булатными мечами, щитами червлеными Кто победнее с топорами, копьями да кистенями Тут и серпуховский князь Владимир Андреевич И славный воевода Дмитрий Боброк Здесь и Юрка Сапожник, и Васька Сухоборец И богатырь Сенька Быков Эти и вовсе безоружные, шутят между собой Добрую дубину лес подарит А саблю в бою добудем Князь московский Дмитрий собирает дружину Но не за свой удел воевать Не с соседями силой мериться А для защиты русской земли Час пришел, время настало Идет на Москву вражье войско несметное Радь Мамаева К концу 14 века Золотая Орда уже не была такой грозной силой Как 150 лет назад Огромная империя распалась на несколько отдельных государств Улусов Власть в одном из них захватил монгольский эмир Мамай В 1380 году он потребовал от великого князя московского Дмитрия Ивановича Дани и покорности В противном случае ордынские послы грозили Москве войной и разорением Еще большим, чем бывало прежде Долго путник шел Стал искать постой Видит на холме Дом стоит пустой Пригляделся Нет, свет в окне дрожит И схудалый дед На скамье лежит Знать, не хлеб жевал Запивал водой Горюшко хлебал Пополам с бедой Где твой сын и зять Дочь и внуки где Отвечал старик В золотой орде На требования Мамая вновь подчиниться орде Князь Дмитрий ответил отказом Разгневанный эмир поклялся жестоко покарать Бывшего данника Он собрал огромное войско и двинулся на Русь Дмитрий не стал дожидаться врага в Москве А выступил ему навстречу Вместе с ним в поход отправились Более двадцати русских князей Со своими дружинами Местом решающего сражения Стало Куликово поле Небольшой клочок земли Между реками Дон и Непрядво Русские и ордынские полки Выстроились друг против друга По старинному обычаю перед боем Должны были сразиться поединщики На огромном черном коне Выехал в поле любимец Мамая Богатур Челубей Во всем степном войске Не было ему равных ни в ловкости, ни в храбрости Помериться с ним силой Вызвался русский Витязь Монах Троица Сергиевой Лавры Александр Пересвет Без кольчуги и шлема В одном лишь монашеском одеянии Вышел он на грозного врага Противники разъехались в разные стороны Развернули коней И ринулись навстречу друг другу Крепко сшиблись пересветы Челубей Треснули, надломились тяжелые копья Поднялись на дыбы богатырские кони Покачнулся и рухнул на землю Челубей Не спасли его доспехи кованые Не защитила кольчуга заговоренная Пал в том бою и пересвет Но удержался в седле богатырь Так и привез его конь бездыханного К русским полкам Зазвенели тут медные трубы Ударили громкие барабаны Началась жестокая битва Сильны степники Много их накатываются на русские полки Волнами черными Но крепко стоят дружинники Не отступают Рассердился Мамай Бросил в бой самый лучший отряд Словно острый нож Врезалась в русские ряды Вражеская конница Побятились псковские да суздальские ратники Еще немного и сомнутых монголы И тут раздался над полем боевой клич Други и братья мои За землю отцовскую ударим разом И знали монголы, что в зеленой дубраве Стоит полк засадный Перехитрил врага князь Дмитрий Взметнулись в небо русские знамена Не выдержали монголы Дрогнули и побежали Впереди других сам Мамай Все бросил Даже свой любимый шатер Догнали бы его Да спасли хана Запасные кони Вывезли Дорого далась победа на Куликовом поле Лишь четвертая часть русского войска Уцелела в страшной битве Но и значение той победы было велико Поняли князья, что только вместе Смогут они победить Грозного врага Книга времен История Руси Продолжение следует... Продолжение следует...